Привет! Вы на канале Страны Мира. Сегодня узнаем о Таиланде. Таиланд – государство Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индо-Китай и в северной части полуострова Малакка. Граничит на востоке с Камбоджей и Лаосом, на западе с Мьянмой и на юге с Малайзией. Таиланд – это англоязычный вариант названия страны, введенный в обиход в 1939 году. И означает это страна тайцев. Тайский вариант звучит как Пратхет-Тхай или Маанд-Тхай. Название вполне себя оправдывает. Таиланд – единственная страна Юго-Восточной Азии, сохранившая независимость от европейских государств, в то время как все соседние страны были колониями Франции или Великобритании. Население государства составляет 66 миллионов человек. Официальный язык – тайский. Валюта – тайский бат. Стоимость одного тайского бата примерно 1 рубль 85 копеек. Столица страны – Бангкок. Официальное название столицы Таиланда – Бангкок, занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое длинное название города. Оно переводится как город ангелов. Великий город – вечное сокровище. Неприступный город бога Индры. Величественная столица мира. Одаренная девятью драгоценными камнями. Счастливый город, полный изобилия. Грандиозный королевский дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощенный бог. Город, подаренный Индрой и построенный Вишвакарманом. В Таиланде самый большой процент буддистов, приблизительно 95% населения. Король является покровителем всех религий. Согласно конституции, он должен быть также буддистом. В стране находится около 32 700 буддистских храмов, где проживают 370 тысяч монахов. Летосчисления в Таиланде отличаются от мирового. В настоящее время там идет 2560 год. Популярной туристической страной Таиланд стал благодаря войне во Вьетнаме. Здесь располагались большие военные базы, а также места для отдыха военнослужащих в США, находящихся в отпуске. Особенно популярным среди салтат был город Паттайя. Пьяных на улицах Таиланда обычно не встретишь. Тайцы почти никогда не напиваются, а если и под хмельком, так ведут себя спокойно и не буянят. Обычное состояние пьяного тайца – сидеть и улыбаться. Разговаривать в этой стране на повышенных тонах не принято. А улыбающийся человек не вызывают ассоциации с дурачком. Улыбка в ответ в Таиланде – это норма. Именно поэтому Таиланд часто называют страной улыбок. В Таиланде мужчина с обнаженным торсом не должен появляться в общественных местах, так как это является нарушением порядка. Тайский полицейский здесь пользуется глубоким уважением местных жителей. Он наделен очень большими правами. В книге рекордов Гиннесса сказано, что тайский алфавит второй по величине в мире. Он уступает лишь к хмерскому. Тайский язык общий для всего населения, однако в восточных провинциях существует исаанский диалект, похожий на лаосский язык. Почти все тайцы изучают английский язык в школах, но часто стыдятся его использовать. Тем не менее, в самых неожиданных местах можно встретить тайца, прекрасно владеющего английским и даже русским языками. В тайском языке нет слова «голод». Около шести тысяч лет назад рис как культурное растение вывели именно в Таиланде. И именно эта страна является лидером по экспорту риса в мире. Тайцы очень любят и уважаются его короля. Многие жители увеличают его как божество. Здесь лучше не обижать семью монархов, а то можно надолго оказаться в тюрьме. Одной из королевских регалий является обычная мухобойка. Она изготовлена из выгравированной слоновой кости и из хвоста слона-альбиноса. Таиланд называют землей белого слона. Тайские правители очень ценили белого слона. Эти животные до сих пор пользуются уважением. Они служат символом мира и процветания. Не следует дотрагиваться до головы тайца, в том числе и ребенка. Кроме того, что тайцы этого не любят, они еще и верят, что душа, которая для них является сверх священной, находится именно в голове. И еще несколько интересных факт. Мианг-Баран, древний город, в Самут-Пракане, в Таиланде является самым большим в мире музеем под открытым небом. Самая высокая пагода в мире находится в тайской провинции Накхон-Падхон. Чтобы откосить от тайской армии, достаточно стать ката, транссексуалом, и можно даже ничего не отрезать. У большинства тайцев до 1913 года не было фамилий, только имена. Здороваться, Савадди, начали лишь в годы Второй мировой войны. До этого жители встречали друг друга вопросом «Вы поели?». Таиланд – удивительная страна, райские острова, белоснежные пляжи, фантастические храмы, уникальная архитектура, древняя культура и невероятные гастрономические шедевры. Не менее интересны быт и обычаи тайского народа. Рассказать обо всем этом не хватит и часа. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Обязательно посетите Таиланд при возможности. Понравилось видео? Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!